Привет. По поводу, там у меня было видео про Украину. Я бы сказал даже, что России выгодно то, как сейчас там, и почему она как бы не делает резких движений, ей выгодно. Потому что, как бы, в принципе, ей пытаются навязать Украину, а она от нее, потому что это непосильное бремя. Потому что, зачем ей это надо? Да. Там экономики нет. Если ей принимать участие какое-то в судьбе Украины, то нужно восстанавливать экономику. Нужно заботиться о гражданах, которые, то есть даже, ну, допустим, если войдет в состав России, ну, предположить, если предположить, то надо пенсии, искать ему, создавать рабочие места. Там же сейчас вообще, считай, почти что половина населения уехала. То есть, работы там нету для основной части населения. Их надо всех кормить и всех, как бы, это, всех обеспечивать, здравоохранение там. Это такой камень, что, как бы, что они, допустим, Донецк тоже не сильно, как бы, помогают, но, как бы, просто там начали убивать, поэтому, как бы, уже хочешь, не хочешь, а надо помогать. Вот. И Крым, что, допустим, еще тоже взяли. Много того, что это стратегически, как бы, да, что там флот и все такое. Ну, и поддержка населения-то какая была? 90%, ну, почти что 100%. Естественно, есть куда и зачем, почему идти. А если на основной части Украины, там, непонятно, там, 50 на 50, даже, там, в Донецкой было, там, 70-80. Ну, не 100, не 90, как бы. То есть, было достаточно большое количество людей, которые, там, не за, как бы. И зачем этот геморрой, как бы, в принципе, Россия вообще, Украина, как бы, ну, не нужна просто. А ее вообще никогда не нужна. Бывает. Когда была, это, Киевская Русь, тогда были, как бы, это вот, все, как бы, рядом, все вместе, как бы, и поэтому бились, там, за этот, за Киевский престол, туда-сюда. Да еще была угроза со стороны, там, монгол-татар, ну, со стороны кочевников. Они периодически набегали, намигали. А потом, когда перестали набегать, потом, когда открылось это пространство, вот туда, на восток, когда стали осваивать Москву, Москва стала осваивать одно из княжеств, бывшей Киевской Руси, стал осваивать эти просторы. Зачем ей там вот этот геморрой? Там освоили это дело. Сначала это княжество литовское, что оно было сильное, или что-то, «Ты, Москве, России, дела не было до этого княжества литовского. Оно ему надо было. Если там просторы, зачем там лезть куда-то?» Или даже вот, когда этот просился, там, Хмельницкий, до Хмельницкого были же там восстания, пятое, десятое, там, мырили эти поляки. Сказать украинцев, они себя тогда не считали украинцами, русских, оставшихся от Киевской Руси, морили поляки, там, вот это, вынобили снизу татары, там, туда-сюда. Дело особого, как бы, да, русские, да, там, православные, туда-сюда, что-то там вроде как это. Но, по большому счету, царь там пять раз думал и ступаться, не ступаться, участвовать, помогать Хмельницкому, ну, решили помочь, как бы, ну, кстати, кстати, насчет помощи, читал историю, там интересно пишут, я смотрел, есть цикл «История Украины», типа, «Украинский канал», там интересно сказано, что, типа, и почти не помогли, короче, когда, ну, приняли, принял русский царь, как бы, Хмельницкого, все, типа, да, мы, типа, там, там договорились, как бы, типа, да, мы дадим помощь, как бы, на украинских телеканалах, я не, причем, это только на телеканалах, сами историки говорят, что, те, которые на территории Украины, что российские, что, допустим, западные, все говорят одно и то же, а вот на российском, ну, и на украинском телеканале, я не помню, какой-то телеканал, там цикл такой, сто штук, там, короче, про историю Украины, там, вот, в общем, не важно, про это сейчас, вот, и там, короче, давай рассказывать про это, дело, что, и почти, и не помогли, типа, и такие там, и мало, и не помогли, и, короче, типа, и вообще, типа, по факту, получается, да, там, достаточно небольшой корпус, около 10 тысяч, вроде как, стрельцов, там, ну, в подмол, как бы, дали Хмельницкому, но факт в том, что, причем, у Хмельницкого там было, ну, больше, там, как минимум 20, я по цифрам сейчас не скажу, ну, в смысле, как бы, там, в принципе, как бы, казаки, казачество, ну, там, то больше, то меньше люди приходили, уходили, такое дело, но, когда он поднял эту бучу, как бы, в принципе, там у него было, а, ну, там были, реестрованные казаки, это, плюс народ поднялся, стали показачными, ну, уходили, типа, короче, из этих, из поместья, ну, крестьяне назывались показачными, которые, ну, типа, новобранцы, можно так сказать, вот, и, то есть народу достаточно много было, там, может, тысяч 50, но смысл в том, что, до того, как вмешался Россия, российский, ну, русский, российский царь, московский царь, до этого времени лет сто были эти все восстания, причем, ну, там и до были, но именно активно, там вот это вот все время, тузались, туды-сюды, лет сто, там и этот, вишни, как, вишневецкий, как это, вишневский, что-то такое, вот, ну, активный такой, это потом вот хмельницкий, кстати, у них история достаточно похожа, того обидели, этого обидели, и они обиделись, и начали катить бучу на польского, короче этого, хотя сами там и образование польское, туда-сюда, ну, короче, нового православного, вот, и подняли бучу, народ подняли, но смысл в том, что они поднимали бучу, но никаких успехов особых это не имело, сто лет они там бодались, 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 и тут 10 тысяч, то есть у них там, там туда-сюда, 1070 у них точно было, может и больше, короче, там народ, там восстание, все такое, и вот 10 тысяч, эти пришли русские, российские, там стрельцы, так вот, с этой, типа, типа маленькая помощь, короче, они освободили всю правобережную Украину, до Львова дошли, могли бы Львов взять, но там, ну, как говорят, из сентиментальных чувств, Хмельницкий, типа, выкуп забрал, и подпросил, короче, обратно, хотя мог бы и половина там Белоруссии, короче, освободили, это при помощи, при небольшой помощи, а до этого не могли там даже, как бы, это там максимум, там, ну, в общем, успехов особых не было, а тут освободили, считай, и по лесу там освободили, там поход такой был нехилый, короче, вот, но смысл в том, что, как бы, Россия, то есть, если бы сильно России надо, она бы больше сил, допустим, туда отдавала, когда России надо было, там, выход от Балтийского моря, они там рубили, там еще такое, а тут, как бы, ну, да, как бы, ну, особо, как бы, так же самое и сейчас, ну, да, как бы, да, Украина, как бы, хотя вот, типа, вроде, да, свои, как бы, хотя многие говорят, что не свои, так поэтому им и выгодно, чтобы они говорили, что мы не свои, что мы там, это, что там, эти там, какие-то непонятные, там, националисты, им летом, так точно это не надо, была эта труба через Украину, туда-сюда договаривались, им важно только, чтобы была стабильная, им важно стабильная Украина, без разницы, даже лучше, чтобы была процветающая, потому что им на границе, им главное, чтобы транзит хорошо, туда-сюда, и газ, и все такое, и все остальное, остальное их мало вообще зависит, вы там решаете, но факт в том, что изначально, почему это сюда, это все дошло, потому что элиты украинские, были на это заточены, в смысле, на то, что свалить из Украины, у них цель была одна, награбать, награбать, а потом свалить куда-нибудь в Швейцарию, и перекинуть это все на Евросоюз, а Евросоюз отбрыкивается всячески, пытается это на Москву сбросить, все сбросают, сбрасывают, а сама Украина никому нафиг не нужна, так что вот так, ну, а еще по поводу типа этого, ну, по поводу тоже нужна, не нужна, факт в том, что, а, ну, типа что, балласт, допустим, Россия, ну, Союз развалился, в принципе, как бы у каждого Союза были интересы, но по большому счету, как бы это еще, как бы и сбросили балласт в России, потому что, как бы, по статистике, практически все республики Советского Союза были дотационными, то есть, зарабатывали меньше, чем тратили, только Россия и Беларусь, у них примерно были, ну, похожи, одинаковые показатели, единственные две республики, которые, ну, насколько я помню, которые производили больше, чем тратили, то есть, они, ну, грубо говоря, можно сказать, кормили всех, Украина, у них было, они столько же, сколько производили, столько и тратили, ну, там, то есть, как бы, там, небольшой, то есть, как бы, вот, а эти именно, как бы, вот, поэтому смысл, как бы, ну, просто на то время, допустим, чем недалеко было от развала Советского Союза, то были связи, как бы, заводы, вот, как бы, что, ну, кооперация была, что, все было, как бы, связано, но со временем туда-сюда Россия построила свои заводы, тем более, чем, чем они видели, что там, что эти ломятся туда, но они, понимали, что, как бы, если там стратегические какие-то заводы, которые им необходимы, то они, как бы, если эти сейчас туда, так мы останемся без ничего, поэтому они строили у себя, и сейчас что, как бы, промышленности нету, то, что было на Украине, и было необходимо России, они у себя построили, так зачем им Украина, ну, зачем это, нафиг им, ну, только лишний этот, главная боль, так что, вот так, ну, всем, чтобы было хорошо, пока.